Всем привет, это канал Красного Герцога, а это Subnautica Below Zero и мы продолжаем наши подводные исследования. В прошлой серии мы отправились исследовать биомы неподалеку от жилища Маргарет Мейды, которых я когда-то досунулся, но тогда у меня было мало воздуха, не было транспорта нормального. Нашли там кристаллические пещеры, где нашли магнетит, кианит и здоровенную тварь теневого оливиафана, которая успешно нас жрала. Сволочь такая. И серия закончилась там, я после серии собрался оттуда выбираться, но так толком и не выбрался до сих пор. Нашел выход из тех пещер новый, другой, то есть не так как мы туда приплыли. Поплыл по нему и приплыл вот сюда, после чего здесь и остановился. Во-первых, здесь рядом меточка, артефакт архитекторов, про который мне Алан сообщил. А во-вторых, здесь что-то еще есть. Давайте посмотрим. Этот артефакт может содержать ценную информацию. Обрабатываю. Так. Я помню место, где мы можем найти важный компонент для моего тела. Образ расплывчатый, но я уверен, что верный. Суровый ландшафт поверхности. Холодный, опасный. В небо устремляются искривленные шпили. Так. Ух ты. Чего мы нашли? Так, давайте ответим. Как люди справляются с потерей воспоминаний? Вроде как, если ты забыл о чем-то дне рождения. Не знаю, просто так бывает. Когда вы умираете, некоторые знания теряются для будущих поколений навсегда. Разве это не… Предупреждаю, если ты еще раз назовешь человечество неэффективным, то я вместе с тобой заплыву в пасть к Левиафану. Это был сарказм? Мне все еще трудно различать. Какой ты неэффективный? Не беря в расчету эффективность, потеря знаний не усложняет вам жизнь? Ну, на личностном уровне потерять кого-то это травма. Сложнее осмыслить идею опыта поколений. Люди не связаны в сеть, так что мы даже не можем знать, что и когда теряем. Мы стараемся извлекать уроки из истории. Может, это не идеальный вариант, но другого у нас нет. Что бывает, когда у вас больше нет чужих воспоминаний, которые можно комбинировать со своими? Тогда ты создаешь собственные воспоминания и толкования. Тебе приходится жить, как автономное существо, познавать самому. Такая идея чужда для меня. Все? Все. Так, выходим. Давайте посмотрим, что это такое, где мы вообще оказались. Что у нас тут? Тут, кстати говоря, спиральвики эти есть. Они у меня, конечно, теперь растут, но я все равно штучку себе возьму. Это у нас не сканируется, да? Просто освещение. Ладно. Нет, я все-таки подплыву, загляну, что там у нас. Тут что-то. Кстати, что-то вот не зря заглянул. Модуль морехода. Там КПК-шечка какая-то. Стыковочный модуль. Во-во-во-во. Это как раз для краба. Это краба катать. А, нет, это не КПК-шечка. Это цветочек. Цветочек. Так, а еще есть? Еще есть модуль морехода. Что-то я куда-то поплыл, поплыл. Вот, понимаешь, нехороший модуль морехода меня заманивает. Ой, разорвало и зацепило. Ну, вот это как раз к этой твари туда вниз. Я туда не поплыву. Я там уже был. Ладно. Будем искать в других местах модули стыковочные для морехода. Так. Ну, вообще интересно, слушайте, куда это меня занесло-то. Так, стоп, а здесь что? А здесь не шиша, я здесь заплыл. Понятно. Так, 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 так. А где меточка-то наша? А меточка еще, кстати, далеко? Да, блин, хватит меня долбить. Меточка еще далековато. Да, ладно, сейчас подышим. Подышим немножечко. И... И пойдем дальше. Теперь, собственно, вот это вот. Спиралючок. И... Что это? Артефакт архитекторов. Это я и так понял. Экскаватор для ископаемых. Хорошо. А больше тут ничего нет интересного? Ну, кроме вот этого вот всего, да, я вижу. Это само собой. Только не говори мне, что тебе нужен будет ионный... А, нет, ты мне наоборот. Предлагаю зайти и взять ионный куб. Хорошо. Возьмем. Тут ничего сканировать. А, и все, что ли? Я тут думал. Тут сейчас какая-нибудь это... Прямо целое... Строение. А тут насчета как-то очень все... Скудненько. Вообще, вообще, имея в голове такую... Такого соседа, вот мог бы вообще-то товарищ взять и поделиться с нами информацией. Что это? Для чего это? Ладно, давайте залезем и почитаем. Что у нас тут? Техника транспорт, стыковочный модуль. Ну, здесь, да, просто написано, что пристыковывают крабы и так далее. Это я и так знаю. Исследования. Геологические данные про магнетит. Формы жизни моря. Кто у нас тут? Нефритовая мембрана. А, ну это про растения. Ладно. И, собственно, инопланетные данные. Экскаватор для ископаемых. На основе анализа предполагается, что этот артефакт является археологическим инструментом для поиска иероскопок ископаемых останков. Основной корпус оборудования размещен между двумя направляющими. Экскаватор излучает сонарный импульс, который собирает данные на земле под ним. Когда импульс отражается от возможного ископаемого объекта, экскаватор начинает процесс раскопок. Множество лазеров, испускаемых руками, медленно снимают микрослои материала. Как только ископаемое показывается, те же тщательно откалиброванные лазеры используются для разрушения рыхлых материалов, сохраняя при этом ископаемое под ними. Ископаемое можно анализировать с помощью углеродного датирования и других методов, чтобы понять, каким мог быть состав окружающей среды миллионы лет назад, которые можно сравнить с текущими данными для выявления тенденций. Так, это мы все слышали. Куча рецептов доступна. Инструмент исследователя. Я же вроде уже смотрел. Модуль аквариум готова. Можно сделать жилой модуль. Да, все, можно делать жилой модуль. Отлично. Займемся этим. Пропульсионную пушку краба можно делать, торпедную установку, вихревая торпеда и газовая торпеда. То есть, по-прежнему нелетальные у нас торпеды, да? Жаль, жаль, очень жаль. Кстати, так и не нашел я остатки для баллона. Оставшиеся чертежи ткани архитектора пока все еще не известны ингредиенты. Так, давайте перекусим, попьем, наверное. Это у меня тут еще есть. Все это добро. Вот. Вот так вот. И отправимся дальше. Отправимся дальше. Ну, пошли тогда, раз уж мы идем в этом направлении, да? Здесь, в принципе, конечно, можно было бы выплыть. А, ну, мне, собственно, в любом случае сюда, в эту сторону. Попробуем тогда найти вот этот вот модуль, который там светится, да? Вот еще кусочек морехода. Точнее, не модуль, а этот. Артефактор архитекторов, который зелененьким горит. Стыковочный модуль. Чудненько, чудненько. Еще один. И еще один, пожалуйста, дайте, и у меня будет полный комплект. Можно будет сделать стыковочный, таскать с собой крабика, и тогда... Хо-хо-хо-хо. Вот тогда мы похохочем. Так, стоп. Стоп. А, нет, это просто местность такая. Тихо. Мне показалось, что там ступеньки какие-то. Так. Ну, рубинчик. О, еще какая-то хреновая... А, гнездо, это же гнездо этих обезьянов. Гнездо обезьянов и рубинчик надо забрать. В смысле, рубинчик забрать, а гнездо я... А, вот, усиление мощности. Тоже штука полезная. Один из двадцати. Еще рубинчик надо взять. Блин. Так. Или сюда. И попробовать все-таки спуститься. Вот буриданов осел в моем лице. Эй. А? Налево? Направо? Или к черту все и пошли наверх домой? Хе-хе. Так. Где зеленое? Вон там зеленое. Ты мне что-нибудь принести хочешь, нет? Нет, просто плаваешь. Все-таки рыжая метка появилась раньше. Давайте попробуем все-таки туда сплавать. Не факт, что мы здесь сейчас вообще туда, конечно, пройдем. Не факт, что я вообще пойму, как туда проходить. Но, как минимум, здесь есть гнездо обезьян, что уже и ни одно говорит о том, что не зря я сюда пришел. Эк. Рука захват. Что ты мне принесла? Ничего? Ты мне что-то отобрала? Нет? А что у тебя тут? Мияха. Ну и ладно. Так, а здесь второе гнездо. Что у тебя здесь? Опа. Тоже костюм. Этот за рука захват. Ну, это опять же. Я этим не пользуюсь. Вот. В принципе, это мой выбор. Мне нужна свободная лапа, чтобы собирать ресурсы и давать всем по мордам. Так, подожди. Где? Где? Куда метка? Я потерял метку. Где желтенькая? Желтенькая меточка. Вот она. Вон там. Слушайте, ну это вообще свинство какое-то. Издеваются над нами, да? Издеваются. Сейчас я хлебну кислородик. Разведаю дорожку. Может нет смысла туда вообще плыть. Очень, по крайней мере, похоже на то, что смысла нет. Куча рубинов, кстати. Серебро. И еще одно гнездо. Ускорение морехода. Чудесно. Тоже сейчас выучим? И что-то ноль эффекта. Так. Мне нужны дырки в землю. Вниз прям вот, чтобы. Вот прям, чтобы вертикально вниз. А я ничего похожего не вижу. Только наоборот наверх. Баллон сверхвысокой емкости. Еще одна, пожалуйста. Еще одну. Очень надо. Нет. Нет. Ладно. Побежали обратно срочно. Может успеем. Хотелось бы. Я что-то увлекся. Я, по-моему, где-то тут кислород перехватывал, да? Было дело. 60 метров. Может и не надо. Да, успею. Черт. Ну, хорошо. Поплыли. Все-таки поплыли. Попробуем поискать на мореходе эту дырку. А то я, блин, так задохнусь, в конце концов. Еще гнездо. Пожалуйста. Пожалуйста. Пусть там будет то, что я хочу. А именно баллон. Или я здесь все-таки уже сканировал? Блин, я здесь уже сканировал. А нету здесь дырки в землю? Нету. Рубины есть, а дырки в землю нет. Плеха. Тупик. Что-то мне принесло. О, спасибо. Не то, чтобы она мне прям очень надо, но лишним не будет. Вообще. Вот тут, может быть. Ну, как бы, да. Допустим. Хорошо. Сейчас попробуем сюда проплыть. Как-то вот в этом плане, первая часть была все-таки попроще. Там не было меток, но, по крайней мере, ты не приходилось, как говорится, рыть носом землю. В буквальном чуть ли не, чуть ли не в буквальном смысле. А здесь прям вот, 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 пожалуйста. Вот, извольте, блин. А плавать все вдоль и поперек в поисках? Так, что это у нас? А что это у нас? А чё это оно тут? А чё это оно тут? То есть я на верном пути, да? Так, хорошо. Если я, наверное, пути... Опа! А это... С помощью этой технологии я вновь смогу найти отпечаток своего народа. Они какое-то время выживали, а затем их след утихает. Так, ещё один кусочек головоломочки нашли, да? Артефакт архитекторов. Изучаем. Анализатор морской жизни. Но это не то, что мы... Ионные батареи звучали. Вот, отлично. Это не то, что было на... О, да, метки. Но это, блин, дно. О, опять же, здесь нет прохода дальше вниз. Да что ж ты будешь делать? Куда дальше-то? Вот, кстати, тоже метки здесь не было. Мы наткнулись на это место совершенно случайно. Офигеть, блин. Красиво. Красиво. Душевно. Но не то, что мне нужно, Машу-Вашу. Так, что у нас тут про анализатор морской жизни. Этот контейнер мог использоваться для создания небольших микробиомов, водной флоры и фауны. Конструкция указывает на следующий вероятностный шаблон использования. Заманивание и ловлю мелкой рыбы. Сбор данных о том, как различные организмы реагировали на лечение и различные воздействия окружающей среды. И использование нескольких контейнеров для параллельного проведения нескольких экспериментов. Хых. Пошли обратно. Наверх из этой дыры. И дальше искать вход. Если он все-таки был там, где эта тварь или это плавала, это, конечно, жопно. Не, я, собственно, подозреваю, что мне сейчас туда по сюжету не надо. Потому что мне его еще не из чего собирать, этого нашего Алана. Поэтому, как бы, я тут фактически трачу время зря, да? Но мы рядом. Мы рядом. Я хочу посмотреть, вот куда я опять иду. И опять куда-то не туда иду. Вот. Где здесь выход наверх? Есть вообще просвет? Может, вот здесь? Как-нибудь всплыть? И немножечко отплыть? И куда-нибудь заплыть? Да, вроде выбрались. Из дырки? Да, вот это. В эту щель я же спускался. Может, здесь будет? Давайте посмотрим. Точнее, так и не смог тогда спуститься. Потому что кислорода не хватало. 300 метров. Ну, здесь-то должно уже быть. Ну, пожалуйста. Да. О, да. Сейчас мы сюда-таки наконец-то доплывем. Новый биом. Да, вот я сюда занырнул. Пособирал эти самые штуки, которые, кстати, тоже надо пособирать. Я, наверное, не на запись сейчас пособираю их немножко. Нет, не получится не на запись. Они как раз их много там, куда нам и надо. Сейчас наверняка опять Алан болтать начнет. Поэтому лучше. Лучше на запись. Мы сюда опустимся. Нет. Нет. Понимаете, нет. Я обшибся. В очередной раз. Эта хрень еще глубже. На 140 метров. Твою же дивизию. А тут нету никакого прохода. Я в ярости. Как все запутанно в этой части, да? Петельник или петельник. А, тебя я помню. Тварин такую. А ты что такое висючее? Просто цветочки для красоты, да? А грибочки? Грибочки надо сканировать. Вот. Наверняка из него что-то можно получить, да? Ага. Давайте мы тогда лучше семянно собираем. Наверняка из этих грибов нам что-то надо будет делать. Ну и возьмем еще. А, все, у меня инвентарь полон. Так. Инвентарь полон. Надо выкинуть. Ладно, в общем, я тут проведу, так сказать, изыскательные работы. И включусь. Так, все, инвентарь у меня под завязку. О, хранилище на мореходе тоже. Остается только искать дырку ниже. Давайте попробуем ее здесь отыскать. Она здесь должна быть. Вот, вот здесь она быть должна. Я просто-таки уверен в этом. Ах ты, шмашу, ашу. Новый биом. Новый биом. Новые образцы. Большой хлопковый анемон. О, ой. Это ты что делаешь? Кислород не тратится. Пока он выдыхает, вот так не тратится кислород. То есть я здесь могу дышать. Прикольно. Прикольно. А я с тебя могу что-нибудь взять? Нет. Ничего с тебя взять нельзя. Ладно. Я улавливаю сигнатуру важного предмета, принадлежащего моему народу. Я передам его на местонахождение. Хорошо. Так. Еще один. Еще один загружен. В этот самый. Это, конечно, все прекрасно, блин. Но. Чувак, ты их грузишь быстрее, чем я успеваю их находить. Куда плыть-то? Где проход в следующую локацию? Я, по-моему, по кругу плаваю. Ну да. Здесь я уже был. Так, стоп. Вижу, вижу. Вот сюда мне, значит, надо. Это нам подсказочка. Вот. И вон туда. Отлично. Спасибо инопланетным указателям. Вы нам очень пригодились. Сюда. Сюда. Нет, не туда. Он здесь нарисован в другую сторону. Ты уверен? А здесь стена, Господи. Слепой. Извини. Увлекся. Так. Главное, чтобы здесь какой-нибудь твари не было гигантской. Сказал я и увидел акулу. Ну акула, ладно. Кальмары, акула или как ее там? Главное, я наконец-то нашел это место. Слава тебе, Господи. Акулу мы переживем. Если не левиафан, то это не страшно. Опачки. 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 Нет. Нет. Ну я так и знал. Ну я так и знал. А где вход? В смысле этот. Отпирающий механизм. А? А. Опа. Опа. А что это странное поле само отключилось? Ух ты. А тут интересно. А тут прикольно. Сад, все дела, слушайте. Грядочки. С наземными, кстати, растениями. И чей-то скелет. Компонент архитектора. Архитектор скелет. Да, скелет архитектора. Этот скелет очень плотный. Способен выдерживать большие усилия. Хорошая основа для моей новой формы. Ты в порядке, Алан? Я не часто смотрю на форму павшего архитектора. Это место какой-то иной вид цветелища? Тут тихо, даже красиво. По мере распространения бактерий, продолжение жизни стало неопределенным. Это место для раздумий. Думаю, я понимаю. Думаю, нет, не понимаешь. Древнее декоративное растение. Ух ты. А можно его с собой забрать? Нет? А жаль. Я посадил у себя такое на грядочках. Так, ну давайте. А, это значит я нет. Не могу, да, просканировать. Да, да, тут действительно красиво. А я тут... А, я глайдером пытаюсь ускориться. Так, привычка, да. Вторая натура. Так, так, так. А у меня нету этих самых. Ну ладно. Я бы просто взял бы здесь наземные растения для себя. Для домика своего. Вот эти вот цветочки и все такое. Но мне тупо нечего и некуда выкидывать. Ладно. Ладно, в общем нашли, да. То есть мы здесь нашли компонент тела архитектора. Давайте я вот тут запечатлею. На превьюшечку, если что. Вот. Давайте посмотрим, что мы тут отыскали. Скелет архитектора. Плотный синтетический скелет, изготовленный из неизвестных инопланетных компонентов. По примерной оценке материал скелета имеет твердость 10 баллов по шкале МООСа. Он чрезвычайно устойчив к дроблению в связи с невероятной высокой ударной прочностью. Хорошо. Могу только позавидовать. Не то, что хочу поплакаться, но у меня в третий день жутко болит позвоночник. Так что я очень завидую архитекторам. Молодой хлопковый анимон. Образец растения. Да. Используется для производства сложных материалов. Отлично. Я так и знал, что он нам будет нужен. Большой хлопковый анимон. Собирать яйца для использования в производстве сложных материалов. Слушай, а он... То есть, подожди. Это вот эти вот яйца. Если я посажу то, что нарезал этих анимонов, они у меня тоже будут такие споры там раскидывать. Это шикарно. Они классно светятся. Петельник. Древнее декоративное растение. Молекулярное сканирование указывает на невероятно медленный клеточный метаболизм, что подтверждается углеродным датированием. Клетки растения вовлечены в процесс, называемый трансдифференциацией. Этот процесс меняет состояние клеток и со временем превращает их в новый тип клеток. Благодаря этому процессу растение постоянно заменяет плохой биологический материал, позволяя ему потенциально жить невероятно долгое время. Тщательно регулируемая биологическая структура клеток растений и намеренное выставление его среди прочих инопланетных артефактов предполагает, что архитекторы спроектировали и культивировали это растение в каких-то эстетических или культурных целях, о которых мы можем лишь догадываться. Так, мне бы тут еще попить-поесть. Вот вообще было бы замечательно. А то скелеты у нас, понимаешь, архитекторов валяются, они, значит, там, понимаешь, вовсю рассказывают нам, какие они биологические носители у них были. А что они пили, жрали, непонятно. Ни малейших, так сказать, следов функционирования этих биологических тел. Ну что ж, что ж. Это хорошо. Здесь мы нашли все, что хотели. Так, давайте, наверное, я сейчас этап свой вылезания отсюда вырежу, вот, чтобы сэкономить время из этого региона, вот. И включусь тогда уже, когда мы более-менее куда-нибудь в знакомые места выйдем, чтобы отправиться на следующую метку. Я хочу сегодня еще, как минимум, одну, еще один артефакт архитекторов осмотреть. Вот. Так сказать, в целях экономии времени. Так что вот. Так, ну я выбрался вот до расщелина, в которую мы спускались. И давайте у нас здесь артефакт архитекторов РК-8. Это как раз тот, который давно у меня уже здесь светился. Новый, появившийся вон у нас, от черта на рогах, 1894 метра. Это мы туда в другой раз как-нибудь сплаваем. А сейчас давайте попробуем отыскать вот этот вот. Вот здесь вот поплаваем. Вот к нему, блин, в стену. Так, нет, это, по-моему, все та же расщелина, вокруг которой я тут, типа, мне предлагается плавать по кругу. Давайте я поднимусь, наверное, совсем на самый верх. И уже оттуда попробуем поискать это. Вот кувшинки наши. Эти самые. И отсюда попробуем поискать. Опять же, должно быть. Там опять челюстями щелкает. Вы забодали. Чё-то тут, в отличие от пересобнафтики, до хрена как-то левиафанов. Они чё-то или я просто такой везучий, плаваю исключительно там, где они водятся. Тут ни хрена не видно. Ой, извините. Посторонитесь, разойдитесь. Где мы вообще, а? Что за пустынная местность? Край карты, что ли? По близости обнаружен неактивный вулкан. А-а-а. А-а-а. Это мне сейчас в неактивный вулкан придётся соваться, да? Ну да. Кстати, чё я не включаю свет, а? Кто мне скажет? Как меня левиафан тут напугал-то. Вот он. Артефакт. Прямо в жерле вулкана. Где-то должен быть. Это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в поисках. А-а-а. Здесь же нет ничего. Ещё ниже. А почему? А, вот. Всё, вижу. А чё метко так высоко? Ух ты. Это термальная электростанция ваша, да? Я догадываюсь. На это наши расы хватает мозгов. Так. Давайте исследуем. Я, наверное, сначала его изучу. Почитай. А, нет. Это правда. Проба отборник грунта. Тогда нет. Тогда. А, стоп. Ну, один-то я возьму. А, вот второй. Ничего не хочу выбрасывать. Жадный я, как сту китайцев. Давайте сделаем вот что. Да, ну. Вот. У меня здесь ещё пара мест есть. Плюс я ещё возьму пару бутылочков. Бутылочков. Вот так вот. Выпью их. И, наверное, съем одну еду. И у меня получится ещё четыре места. На одну я сейчас потрачу пять. Да. Пять мест. Одну я сейчас потрачу на ещё один ионный куб. Вот так. Мы же изучили ионную энергию. Да. Теперь надо её пользоваться. А теперь мы сохранимся. И я попробую успеть рвануть сюда. Нет, не успел. Ну. А здесь нету ни шиша. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я жарился зря. Я думал, тут будет проход какой-то. А здесь ничего нету. Ну. Так неинтересно. То есть полностью замкнутый. Окей. Окей. Что ж. Что ж. На данный момент мы закончили поиски. Оставшееся место оно далеко. Давайте посмотрим, что нам принесло. Да. Вот. Теперь мы можем сделать скелет архитектора. Космый скелет носителя архитектора. Кстати. Нет. Полианилина у меня, по-моему, нет. Ага. Так. А что ещё за чертежи у меня теперь есть? Четыре штуки. Где тут что появилось нового? Ускоритель морехода можно сделать. Рука захват краба. Ионный батарей, кстати. Вот. Ионный куб. Золото, серебряная руда, литий. В принципе, да. Я могу это всего наделать. В достаточном количестве. Так. Это у нас святилище архитекторов. Не надо. Пилот есть. Артефакты. В принципе, не надо. Отключаем. Схрон оставим пока. Да. Он туда нам... А, нет. Подожди. Я нашёл тело. Да. Всё. Мне не надо. Вот он. З-15. Точнее, З-13. Вот это вот оставшееся. Да. Всё. Болталка. И, собственно, пропробоотборник. Данный инопланетный артефакт, по всей видимости, является программируемым роботом, собирающим и анализирующим образцы почвы и камней. Сканирование указывает на присутствие оборудования близко родственного человеческим лазером и спектрографическим анализатором. Хорошо. Так. Ну, в принципе, у нас всё под завязку. Программу мы здесь выполнили. В общем-то, всё, что нам остаётся, это сейчас возвращаться на базу. Разгружаться. Строить всякие разные новые штуки, да, и продолжать свои исследования. Вот. То есть у нас есть ещё одно место, куда надо сплавать для Алана. В другой стороне от привычной нам зоны. Мы туда ещё ни разу не плавали в ту степь на такие расстояния, да. А ещё, в принципе, у меня же есть эти самые, как они называются, личные записи журнала и сообщения, где она, карта. Вот. У меня есть карта этих самых. Кстати, вот, вот, нет, ну туда я не хочу. Вот сюда можно сплавать, да. Вот сюда можно сплавать на сушу, посмотреть, что здесь. Там явно что-то есть. Здесь я был. А подожди, нам как раз, как раз куда-то сюда и показывает вот эта вот меточка. Она как раз куда-то в ту степень. Ну и отлично. Значит, в следующей серии этим и займёмся. То есть построим, что можно, сделаем, какие надо модули, улучшения. Посмотрим, что у нас теперь доступно. Прикрутим, наверное, жилой модуль к мореходу и обязательно модуль, чтобы крабика таскать. Вот. И поплывём тогда по этим координатам. Посмотрим, что там. Ну и заодно зайдём тогда на сушу. Выйдем, поглядим, как оно там вообще. А вот. Эту серию тогда, наверное, я сейчас буду заканчивать. Она получается короче. Но продолжать сейчас смысла просто я не вижу. Потому что я просто тупо буду возвращаться домой. Хотя, знаете что, давайте-ка я сделаю так. Как говорится, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, да? Поэтому давайте мы сразу... Куда я их скинул? Вот они. Семена грибочков наберём. А вот этих тоже там, по-моему, ещё можно накидать. Есть куда. Пойдём, сделаем грядочки. Рассадим нашу рассаду. Кстати, вот здесь тоже можно будет грядочков наделать. О, они как тут колосятся-то. Так, высаживаем сюда это добро. Наверное... А, пардон. Да. Так. Попробуем. Здесь ты влезешь? Нет. Наверное, не влезешь. Так, да? Не хотелось бы выходить за пределы своего сада. Ну, вот так можно. Но это, конечно, уже... Уже странно. Так, давай, наверное, тогда... А давай действительно около входа там разобьём. Вот здесь вот. Ещё одну зону садика. Вот. И сюда высадим вот это вот хлопковый анимон. Он подрастёт. Я его отсюда пересажу. Точнее, ну, нарежу ещё. А потом, может быть, даже и пересажу. Так, тебя мы... Ай... А чё ты? Ты ещё не вырос, что ли? Не понял. Нет, вырос. А чё тогда? Или нет? Или всё-таки не вырос? Подожди, почему ты мне пишешь наружная грядка? О! Блин, задолбал. Так. Сюда. И ещё один можно срубить. Как же он... Криво рубится, а? Охренеть, блин. Охренеть. Вот это, блин, баги. Ух. Ладно. Так, надо учесть, что такая вот хрень с этими с первилеками. Хреново, они как-то растут. Так, а здесь у меня краснотарник. Блин, просто для красоты его куда-то. Ну, давайте сюда пока ткнём. Пусть тут сидит. Ээээ... Нет, не так. Вот так. Сам-то он по себе не очень необходим нам. Так. Давайте смотреть, что можно сделать. Да, привет. Тебе тоже. Не могу. Не могу. А вообще... Нет, не могу. Никеля нет. А вот тебя тоже никеля нет. Блин. Так, хорошо. Давайте смотреть, что мы можем поставить на краба. Ну, или сюда, допустим. А, улучшение. Комплект проводов, энергиячейка, литий. Вот. Да? Мощности нет пока. Это есть. Давайте. Собираем ресурсы. Комплект проводов. Значит, это получается 2 серебра, энергиячейка лезть, 2 лития, 2 серы. 2 серебра, 2 лития, 2 серы. И энергиячейка. 2 лития. Нет, стоп. Не здесь. Вот здесь. 2 лития, 2 серы и 2 серы. 3 лития. 3 лития. 3 лития. Ну-ка, здесь нет серебра. Нет, серебра здесь нет. Ну, а серебра. Так, делаем комплект проводов. Кстати, вот и он на батарее тоже, в общем-то, да, все можно сделать. Единственный вопрос, нужна ли она мне сейчас? Хотя, вот, наверное, в этот, как он самый, в глайдер я бы, наверное, поставил. Энергиячейка. Вот. Готово. Модуль ускорения для мотылька. Ой, мотылька для морехода. Это очень полезная штука. Раз. Крабы. Много всякого разного. Может. Тепловой реактор. Заезжает энергиячейки в области высоких температур. Улучшение реактивного ранца. А я его, по-моему, ставил уже. Да, мы же его нашли. Нашли готовый. Пропульсионная пушка нет. Руки захвата нет. Бурь есть. Торпедная установка нет. Торпеды тоже нет. Модуль погружения. Я, по-моему, ставил. Да. И надо смотреть их в данном месте. Модуль погружения. Ну, нет. Кстати, не ставил. Значит, делаем модуль погружения для краба. Модуль погружения для краба. У нас три рубина, синтетическое волокно. То есть, четыре рубина, спиралевик и стекло эмалевое. А эмалевое стекло, это у нас эмалевое стекло, это у нас обычное стекло, свинец и алмаз. То есть, два кварца, свинец, алмаз. Делаем эмалевое стекло. И берем четыре рубина. Четыре рубина. Раз, два, три, четыре. И спиралевик, который я весь высадил. Молодец. Так, теперь делаем синтетические волокна. И идем делать вот шалочку для краба. Модуль погружения. Так, а что нужно для второго уровня модуля погружения? Кстати, полный анилин я могу. Делается соляная кислота, а он как раз из хлопковых анимонов. Вот зачем мне нужны они. Так, модуль погружения. Где у нас крабы, крабы, крабы? Модуль погружения. Костюм акраб. Первый уровень. А, второй, наверное, будет прямо до морехода. Его здесь даже нет. А, вот он. Да, там никелевая руда нужна. Ну, ладно, там второй уровень тоже неплох. Ох, блин, вот перепрыгнуть через него нельзя, печалька. Так, ставим крабы. 700 метров, шикарно. Так, дальше у нас, собственно, модули морехода остаются, да, получается? Или еще здесь что-то новое у нас появилось? Так, это ты исчезни, пожалуйста. Что у нас здесь нового? Инструмент нафиг. Баллон, ускоритель, нафиг. Налобный фонарь. Ну, такое я не уверен, что хочу. Квантовый шкаф. Хранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафах. А это хрена себе, что это такое? Это интересно даже. Хм, может быть, сделать пингвина, кстати говоря. Потому что есть у меня подозрение, что он нам потребуется на поверхности. Подозрение это основывается на том, что я его видел в прохождении, как люди им пользовались. Вот, и если мы хотим в следующей серии пойти на поверхность, то он там нам будет нужен. Два титана есть, силиконовая резина. Из чего у нас делать? Полно из водорослей, из этих, да? Гроздь семян, да. Давайте сделаем пингвина-крылого шпиона себе. Не, он есть-то. Вот. Я сейчас соберу ресурсы. У меня, собственно, все было, кроме этой самой силиконовой резины. Единственное еще... Ну, да, все. Вот. Делаем пингвина-крылого шпиона. О, какой. Без пингвина-крылых шпионов ученые никогда бы не узнали, что пингвина-крылые высиживают яйца в маленьких пещерных норках, зачастую рядом с корнями жар-лилий. И пульт управления для него тоже сделаем. Вот. Все это... О, оно маленькое совсем, кстати. Так, и, собственно, 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 напоследок, как я и говорил, давайте сделаем, давайте сделаем жилой модуль и модуль стыковочный. Где у нас... А, я его так не сделал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте тогда жилой хотя бы сделаем. Значит, пластоливый слиток, сетчатый, два сетчатых волокна. Это у нас сетчатые волокно, образец водоросли. Сейчас добудем. Так, два сетчатых волокна. Ну, раз и два. Ээээ, там и два. И... Я выключился. А зря. Надо было вот так вот сделать. Один пластоливый слиток. Это пять титана. Так, стопэк, где у нас титана? Раз, два, три, четыре, пять. И два лития. Делаем пластоливый слиток. И три свинца. Раз, два, три. Все. Теперь мы можем себе позволить сделать жилой модуль для морехода. Отчего эта сволочь станет еще более медленной и неповоротливой, но зато с мореходом. Модуль аквариум, стыковочный неизвестный, изготовитель... Да, ну все правильно. А это кто? А, мореход, ну понятно. Все, я понял. Давайте делать. Модуль для морехода. Еще один маленький кубешник. Остается только стыковочный. Остальное я буду делать в конце игры, просто чтобы посмотреть. Не хочу делать слишком громоздкий наш транспорт, потому что маневренность для меня в данном случае важнее. Так, где наш мореход? Ой, как не быстро все это так. Хорошо. Сейчас я подтащусь. Готово. Застыковался, товарищ. Заходим. И вот теперь такой у нас вот мореход. Представляете, туда еще 3-4 модуля. Вот сосиска-то, а. О, у нас есть здесь свой музыкальный автомат. Можно повесить картинку какую-нибудь, например, кстати говоря. Могу ли я повесить здесь карту? Нет, не могу, только отсюда. Ну, ладно. А здесь можно, соответственно, расположиться для сна. Ну, ок, ок. В принципе, так себе, но сойдет для сельской местности. Ладненько. Нехай там играет музон. Басы прокачивает. Все дела. А я пойду тогда релаксировать. Чего и вам всем, так сказать, желаю. Кстати, надо не забыть в следующей серии и вначале взять и выпустить обезьянков. На волю пусть они носкают нам ресурсы. Что ж, эта серия все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об этой игре, о моем канале, о моем прохождении. Обязательно что-нибудь пишите. Обязательно что-нибудь ставьте. Мне это очень нужно. Это все помогает продвижению моего канала и говорит мне о том, что я стараюсь не зря. Подписывайтесь, кстати, на канал, если вы не подписаны. И также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok